Правозащитная организация Freedom House приветствует декриминализацию тяжких оскорбений в Армении. Об этом говорится в микроблоге организации в Твиттер. Freedom House также призывает премьер-министра Армении серьезно отнестись к озабоченностям СМИ и использовать прямые каналы связи, в том числе посредством открытых и прозрачных пресс-конференций для обеспечения здоровой и функционирующей демократии. Спикер парламента Армении Ален Симонян принял посла Эстонии в Армении Рину Кальюранд. Он выразил на встрече крайнюю озабоченность визитом 24 мая сего года в Шуши главы эстонского парламента Юрия Ратаса. По словам Симоняна, заявления Ратаса в опустошенном от армян Шуши не только не отражают дух дружественных отношений между двумя странами, но и противоречат официальной поддержке Эстонии мирного урегулирования Карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Посол Эстонии, поблагодарив за прием, выразила надежду, что в ближайшее время будет возможность обсудить все вопросы со спикером эстонского парламента. Она передала председателю армянского парламента официальное приглашение главы парламента Эстонии. В ответ Симонян, подтвердив желание видеть эстонского коллегу в Армении, любезно принял приглашение. Состоялась встреча членов политсовета партии Во имя республики во главы с председателем партии Арманом Бабаджаняном, с вице-спикером парламента Армении, уполномоченным армянской стороны по урегулированию армяно-турецких отношений Рубеном Рубиняном. А в этом сам Бабаджанян сообщил на своей странице в Facebook. Рубинян представил подробности о ходе переговоров между Арменией и Турцией. Партия, в свою очередь, подтвердила важность урегулирования армяно-турецких отношений. Учитывая важность вопроса, была достигнута договоренность сделать встречи регулярными. Жизнь бывшего премьер-министра Японии Синзо Абе спасти не удалось. Он скончался от полученных ранений. Как пишет русская служба BBC, примерно за полтора часа до сообщения о его смерти, младший брат Абе сообщил, что бывшему премьер-министру сделали переливание крови и боролись за его жизнь. Напомним, что бывший военный дважды выстрелил в спину бывшего премьер-министра Синзо Абе, когда тот выступал с речью в городе Нара. Глава МИД РФ Сергей Лавров досрочно покидает конференцию глав МИД стран Большой Двадцатки на индонезийском острове Бали. Лавров еще проводит двусторонние переговоры. Затем он выступит перед прессой и уедет, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Агентству ДПА утром 8 июля. Лавров не примет участия в официальном обеде и заседаниях G20 во второй половине дня. Лавров покинул зал заседания G20 сразу после своего выступления. Он не стал дожидаться главы речи МИД ФРГ Аналины Барбок, выступавшей сразу после него. Президент Украины Владимир Зеленский в свете отставки британского премьера Бориса Джонсона выразил уверенность, что политика Великобритании в отношении Украины не изменится. Зеленский назвал Джонсона настоящим другом Украины. Напомним, что Джонсон заявил 7 июля об уходе с поста премьер-министра и главы консервативной партии Великобритании. Он будет исполнять премьерские обязанности до назначения нового лидера партии. Украинские военные уже имеют нужное оружие для нанесения удара по Крымскому мосту. Как пишет Times, об этом заявил бывший командующий войсками НАТО генерал Филипп Бридлов. По его словам, Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив. Для этого она может использовать недавно поставленные ракеты «Гарпун». При этом Бридлов подчеркнул, что Керченский мост является законной целью. Ранее сообщалось, что российские ВС усилили охрану Крымского моста, в том числе ПВО. Бундестаг поддержал законопроект о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии. Как сообщает РИА Новости, итоги голосования во втором и третьем чтениях были подведены в пятницу на заседании парламента. Теперь законопроект должен получить подтверждение в Палате земель, затем должен быть подписан президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером.